9 часов 10 минут в Беларуси. Это ток-шоу-будни. Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы, будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Напомню, заходите на сайт sb.by, там есть ссылка для видеотрансляции, идет стрим из нашей студии. Переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-радио до финала этого часа. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Францевич Гигин. Доброе утро, Вадим Францевич. Доброе утро. Ну что ж, начнем с темы, которая касается нашей страны, безопасности нашего государства. Действительно, на данном этапе к этому пристальное внимание, впрочем, как и всегда, со стороны главы государства. Подробности рабочей поездки президента на Брещину вот сейчас и обсудим, потому что действительно прозвучали такие конкретные, четкие, вводные. Это касается возможностей белорусских дронов и средств борьбы с ними, особенностей очистенности системы обороны. Вот я вижу, что очень активно обсуждается новое воинское подразделение из контрактников. Но давайте по порядку. Вот то, что касается войны дронов. Мы видим, что действительно поменялась сейчас на данном этапе методика ведения боевых действий. Почему так важно, опять же, скажем так, внимательно следить за тем, что происходит, и актуально отвечать на вызовы времени? Дело в том, что произошла дроновая революция. Она произошла в ходе специальной военной операции. Сейчас мне пришлось говорить и с теми, кто находится на фронте, и с отдельными военными экспертами. Но это такие прикидки на глаз. Но они говорят, что до 80% потерь на линии фронта это от применения беспилотников. Беспилотники сейчас самые разные есть. Вспомните, если мы начинали там говорить когда-то о турецких байрактарах, сейчас никто о них не вспоминает. Были беспилотники старого советского образца. Кстати, когда-то Советский Союз был одним из лидеров в разработке беспилотной авиации самолетного типа. Сейчас на линии фронта, и президент об этом говорил, на одного пехотинца, может быть, ну, в принципе, на одного военнослужащего приходится там по два, а то и по три дрона. Вот так это исчисляется. Они разные. И впивишки, мавики, там, самолетного типа, выражирующие снаряды, все что угодно. Там и разные категории. Если вот когда-то, в годы, накануне Второй мировой войны, в годы Второй мировой войны бурно развивались танки, вот сейчас также, наверное, еще вот даже более бурно развиваются дроны. Для чего они? Они могут быть ударные, уже есть даже дроны, которые сбивают другие дроны. Они применяются в радиоэлектронной разведке, быстрыми темпами, отстают, правда, от развития беспилотной авиации. Идет динамика по радиоэлектронной борьбе, потому что радиоэлектронная борьба, она как раз-таки одно из эффективных средств противодействия дронам. И когда вот сейчас разлетаются беспилотники там, иногда через нашу территорию пролетают, о чем мы говорили, это как раз-таки действия радиоэлектронной борьбы, которые сбивают с курса ту беспилотную авиацию, которая наносит эти удары. Ну и, кстати говоря, беспилотники-то не только в авиации. Беспилотники сейчас активно, допустим, применяются при разминировании, идут эксперименты, связанные с теми же танками, бронемашинами на поле боя. Ну, в основном, да, вот беспилотные катера появились, бэки, безэкипажные так называемые катера, вот мы видели их применение на Черном море и так далее. Но в основном это речь идет об авиации. И Беларусь в этом плане за последние годы не только беспилотная авиация сделала очень много, и президенту были показаны достижения на Абуз-Лесновском полигоне. Это не просто поездка в Брестскую область, это вот был Абуз-Лесновский полигон, один из наших основных полигонов, где тренируются, проверяют свою боеготовность наши вооруженные силы. Белорусская армия очень серьезно изменилась за эти два с лишним года. Да, об этом говорят и серьезные военные эксперты, но не болтуны какие-то там из беглых или еще кто-то, хотя даже и некоторые из беглых, кто всерьез разбирается, там бывают какие-то, да. Там есть и экстремисты, и террористы, которые, тем не менее, держали в руках оружие. Вот они, многие, я смотрел, достаточно серьезно отзываются о наших вооруженных силах. Что мы сделали? Ну, конечно же, это совершенствование структуры, вот то самое, в том числе, в том числе, то подразделение, о котором мы говорили, это из мужиков, которые имеют опыт военной службы, кто-то офицерами, кто-то прапорщиками, кто-то солдатскую лямку тянул. Вот, они мотивированы, патриотически заряжены, сохранили хорошую физическую форму и владеют оружием, и при необходимой там дополнительной тактической подготовке, огневой, при физухе, значит, они готовы встать в строй. Это очень важно для того, чтобы мы увеличивали вот боевой потенциал нашей армии. Дальше это, безусловно, взаимодействие различных структур. Ну, вот, у нас классно отлажено взаимодействие на южно-операционном направлении, это украинская граница, вооруженные силы, прежде всего, силы специальных операций, Вадим Иванович Денисенко, генерал, внутренние войска, значит, наши и пограничники. Вот это очень хорошее взаимодействие, которое позволяет снимать целый ряд угроз. Дальше мы получили серьезные ракетные вооружения. Это и «Скандеры», это и противовоздушные ракеты С-400, это и наши «Полонезы», потом, это, безусловно, развитие беспилотной авиации, ну, и целый ряд других усилий, которые Республика Беларусь предпринимала и предпринимает. Но, посмотрите, президент абсолютно не самоуспокаивается, сказал, будет еще железная проверка. И в этом году, и в начале следующего года, потому что обстановка такова, мы должны быть интеллектуально, структурно, в плане вооружения даже на голову выше нашего противника. Потому что президент сказал, мы относительно небольшая страна. Да, у нас есть Великая Россия, но Россия сейчас, все усилия заняты достижением победы в ходе специальной военной операции, поэтому мы должны серьезно на себя рассчитывать. У нас есть тактическое ядерное оружие. Но мы видим, это не только Украина, но и Польша, Литва, то есть весь блок НАТО фактически сейчас сосредотачивает инфраструктуру фронтового наступательного типа вдоль нашей границы. Кстати, вот то, что касается, опять же, на данном этапе готовности к войне, все равно президент говорит о том, что на данном этапе, да, все-таки мирная тематика в Беларуси. Вот не рассматривают ли, скажем так, наши оппоненты такие заявления, такие посещения президента, как некую эскалацию? Либо они должны понимать, что это просто... Ну, они пытаются, понимаете, как? Они пытаются преподнести, как эскалацию, я никогда не забуду, как 120-ю нашу бригаду, зенитно-ракетную там, у нас есть 120-я механизированная, и батальон 19-й механизированной бригады на литовском направлении, северо-западном, в районе Ашмян, президент инспектировал. Поднялся вой, эскалация дико. То есть мы вывели на учение, на угрожаемый участок, 5000 военнослужащих. Приехал верховный главнокомандующий, посмотри, да? Так, ребята, а почему мы их туда вывели? Это было после того, как был утвержден план, уже началось развертывание, 5000-й, 45-й танковой бригады Бундесвера на литовской территории. 5000-й, это только одна бригада. А еще же есть литовские вооруженные силы, у них только штыков, я имею в виду, те, кто могут как пехоту использовать сейчас без дополнительной мобилизации, за действия у них там есть силы и территориальной обороны, 20 тысяч. То есть 20, еще 5000 этих самых немцев там, вермахта, то есть, ну, разница небольшая, что вермахт, что бундесвер, значит, и мы вывели на учение 5000. Вои, эскалации, ужас-ужас, это наша обязанность, долг. И высшее проявление воинского искусства, это поддерживать вооруженные силы в таком состоянии, чтобы у потенциального противника не было даже желания или возможности на нас напасть. Конечно, они хотят на нас напасть, но возможности у них такой нет. И поэтому то, что предпринимает президент, наша вооруженная сила, это защита как раз-таки мирного труда. Вспомните нашу акцию с вами «Беларусь-1». Какой лозунг главный? Во всем регионам накануне 17-го проехали, и везде полная поддержка. Мирное развитие — основа нашей государственности. И так было, так и остается. Кстати, еще одна важная тема, то, что касается действительно защиты, то, что касается безопасности, уже активно очень обсуждается. Мы видим, что происходит такая адаптация на данном этапе в Российской Федерации, которая касается использования ядерного оружия. И вот в случае агрессии против России и Беларуси, как участника союзного государства, тоже появляется право на использование ядерного оружия. Что это означает? Ну вот уже все наши коллеги комментируют активно и правильно, как мне представляется, делают. Ну, это корректировка ядерной доктрины России, заявление Владимира Путина, причем на очень серьезном совещании, мы это видели. Это ответ на те угрозы, которые исходят от Запада, потому что, давайте прямо скажем, что произошло. Россия при начале специальной военной операции предупредила открыто Запад, об этом говорил Владимир Путин 24 февраля в своем заявлении, что в случае их вмешательства Россия может предъявить такие аргументы, которые, это будет самым большим вызовом западной государственности, вспоминаю, это более-менее точно слова, за всю их историю. Ну, то есть имелось в виду, конечно же, ядерное оружие, хотя открыто не было сказано. Запад решил так. Значит, вот мы не будем войска отправлять свои, а вооружение будем давать. И за эти два года постепенно это нарастало. Россия делала несколько предупреждений, так называемые красные линии. И каждый раз Запад ждал только одного, нанесения ядерного удара. Он не наносился. В итоге там сформировалась такая устойчивая концепция о том, что... И не нанесет Россия никогда удар. И сейчас они дошли до того, что готовятся все это, понимаете, когда идет в публичном поле, дадим разрешение Украине, не дадим, это все чушь. Это подготовка общественного мнения к следующему, о чем открыто сказал Владимир Путин некоторое время назад на Питерском культурном форуме. Что такое разрешение Запада на нанесение дальнобойными ударами, типа Атакамсами, там есть и другие еще ракеты, скальпы, шторм Шишедов и так далее. Что это означает? Это означает, что натовские экипажи и боевые расчеты, натовская разведка будет принимать участие в планировании ударов по международной признанной территории Российской Федерации. То есть натовские офицеры будут это делать. Они и так уже участвуют. Мы должны четко понимать, удары по Черноморскому флоту, по ряду других объектов России без натовского участия невозможно. Когда Украина перебрасывает усиление к белорусской границе, в ходе радиоперехватов мы слышим немецкую и французскую речь. Ну мы, военные наши слышим. То есть это что значит? Значит передвигаются какие-то ударные группировки, вместе с ними ракетная техника. Там находятся уже натовцы. Путин сказал, что мы применим все силы. Они не верят. Но вот для этого и корректируется ядерная доктрина. Если угодно, это, не хочу говорить о линиях, последний рубеж. Потому что ни российское общественное мнение, ни международное общественное мнение не поймет, если Россия в случае массированного ракетного удара по своей территории не нанесет ответ на удар. Я часто бываю в России, общаюсь с российскими коллегами и знаю, в российском обществе есть такой запрос. Это так. До сих пор российское руководство проявляло невиданную выдержку и ответственность, не нанося такой удар. Военной необходимости в тактическом ядерном ударе, например, по вооруженным силам киевского режима, на данный момент нет. Россия нашла ключик тактически пока, оперативно-тактически, к разрушению обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения. Мы это видим. И рост военного мастерства, в том числе командного состава Российской Федерации, это и так. Поэтому необходимости в ядерном ударе у них нет. Но в случае массированной атаки, что означает это совещание? Российское руководство вполне готово, у нее есть такая воля, к нанесению необходимого удара. Какой этот будет удар? Ну, я надеюсь, что мы все-таки этого не увидим. И хватит мозгов у западников все-таки не доводить ситуацию до вот этих крайних мер. Кстати, то, что касается, опять же, нашей страны, вспоминаем выступление президента во время Дня народного единства, когда он сказал, что нападение на Беларусь это начало Третьей мировой войны. Безусловно, потому что нападение на Беларусь, что это имеется в виду? Да, с какими-то провокациями отдельными мы справимся. Но если это будет масштабное нападение, ну, будет применено ядерное оружие с нашей стороны, со стороны Союзного государства. Ну, четко и понятно, все. Президент до этого говорил, у меня никаких красных ленин нет. Помните, как он сказал? Я в этом плане дальтоник. Ну, это правда. Ну, кто-то... Мне понравился анализ одного российского военного эксперта. Он такой, кстати, не пропутинский совсем. Но, тем не менее, мы разных слушаем. И он сказал, как на мне представляется очень правильно, что у крупных игроков, Соединенных Штатов прежде всего, с той стороны имею в виду, у них есть ответственность определенная. Потому что крупные игроки, ну, в США элиты, как бы мы их ни критиковали. Правильно мы их критикуем. Но там все-таки есть ответственность и понимание, что такое российский ядерный потенциал. Есть разведанные о настроениях среди российского руководства, в российском обществе, среди российских военных. Но я вам прямо скажу, вот с кем я не общался с российских военных на линии фронта, они выступают за ядерный удар. Ну, я вам прямо говорю. Вот, может быть, не стоило, но тем не менее. Они выступают за ядерный удар. Игнорировать такие настроения, ну, наверное, тяжело. Но вот в этом задача, в этом ноша президента, в том числе, прежде всего, Российской Федерации, вот выдерживать этот баланс. Значит, США это понимают. Поэтому время так сдерживают, они не сразу все бросают, они, знаете, управляют эскалацией, как они говорят. Но ведь эскалация может выйти из-под управления. Кто наиболее агрессивен? Это шавки, которые никакой ответственности не несут. Прежде всего, Польша и Прибалтика. Ну, я киевский режим не беру, понятно с ним все. Польша и Прибалтика. Это свидетельство колоссальной деградации их политического управления, политического менеджмента, вообще политических элит, в кавычках, правящих кругов. Просто колоссальной деградации. Они выступают за дальнейшую эскалацию, не обращая внимания на наличие у России ядерного оружия. Но Россия именно по вам нанесет удар. Ну, вот что он яснее. Россия не будет первый ядерный удар наносить по США. Она первый ядерный удар нанесет именно по отдельным сателлитам США по блоку НАТО. Я думаю, так. Вот посмотрите, бывший председатель комитета начальников штабов Марк Милли недавно давал интервью по МСБС. Он там много дает интервью. Но вот СБС. Он что сказал? Он говорит, да, вот, ну, может быть, ядерный удар по Польше. И что он ответил? Он не сказал, что это приведет к немедленному ответу со стороны США. Он сказал, что ядерный удар по Польше будет началом большого международного кризиса. То есть, ребята, поляки, по вашему Жешеву, Бейтгощи, Вроцлаву, если нанесут удар, американцы в ответ сразу не бахнут ракетами. Будет мировой международный кризис. Вот стоило бы им об этом задуматься. Вообще мы о таких вещах рассуждаем, о которых, в принципе, не хотелось бы рассуждать. Но именно Запад своей безответственной политикой, политикой отсутствия компромиссов, разрушением классической дипломатии, нежеланием учитывать интересы других стран, постоянной эскалацией вооруженного конфликта. Он довел ситуацию до того, что мы эти вещи с вами обсуждаем. А потом они же нас обвиняют в том, что мы размахиваем ядерной дубиной. Но, извините, наши предки огромными усилиями, экономическими затратами, в том числе сразу после Великой Отечественной войны, когда страна была разрушена, добились создания ядерного оружия. Да, и наши разведчики у вас что-то забрали. Правильно сделали. А это стоило стране огромных затрат. Мы создали ядерный щит. Ядерный ударный меч. Он у нас есть. И что же вы думаете? Вы будете угрожать нам разрушением нашей государственности, российской, белорусской. А мы будем сидеть и ничего не делать? Вы будете формировать реалистические группировки, там, калиновцев, еще кого-то, рассуждать в своих теплых студиях, как вы будете приходить к нам и нас вешать, а мы будем никак не реагировать? Да ничего подобного. Вам говорят, что с вами будет в этом случае. Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Приремся буквально на несколько минут. В нашем эфире выпуск новостей и прогноз погоды, а затем вернемся в эту студию. 9 часов 32 минуты в Беларуси. Это только шоу «Будни». Продолжаем здесь в этой студии обсуждать самое важное событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Вадим Францевич Гигин. Вадим Францевич, тема, которая касается достижений союзного государства в сфере науки и инноваций. 24-26 сентября в Минске проходит 27-я международная выставка технологий и инноваций техинопром. Вот на данном этапе для чего нужно совместно развитие научно-технического потенциала союзного государства и что оно позволит достичь? Вадим Иванович, вы такие вопросы глобальные задаете? Ну, это нужно всегда. Потому что без развития наук, инноваций, науки и инноваций, невозможно движение вперед. Хотя, знаете, у нас от инновации слово «заездили» немножко. Я, по-моему, на некоторое время запретил бы употреблять. Как у нас вот мы беседовали, диалоговые площадки. На все подряд называют диалоговыми площадками. Хотя там может быть просто лекция, просто семинар, встреча, форум, митинг, я не знаю, все что угодно. У нас все диалоговая площадка. Также у нас, что не сделают, все инновации. Далеко не все инновации, но научно-технологическое развитие очень важно, безусловно. И вот я недавно был на форуме в Первомайском районе. У меня округ избирательный 110-й. Это Партизанский и Первомайский частично район. Кстати, какой у нас телеграм-канал? Куда она подпись? Гигин, 110-й Партизанский. Вот очень правильно. Надо нам сделать уже джингу специально. Да, надо по подписи делать. Можете внизу по ссылочке перейти, если что, и там QR-код читать. Так вот, в Первомайском районе молодежный совет при администрации района Белорусский республиканский соцмолодежи организовали в детском технопарке. Очень классное мероприятие. Такой научный форум. Там были как бы и ученые молодые, и просто те, кто предлагал любопытные проекты. Под 40 проектов, вот представляете, совсем молодые люди, там тренажер авиационного диспетчера разработали, тренажер по тактической медицине, ну, такое оно вот к военному делу больше имеет отношение, чем мы в первой части говорили. Ну, там в медиасфере, вот тут рядом от вас находится политехнический колледж, там прямо всегда хорошо развивалась эта вот медиасфера, они активно этим занимаются, увлечены ребята, да. Там целый ряд других проектов, посвященных литературе, истории, естественным наукам, безусловно, само собой, там химическим разработкам и так далее, биотехнологии. Представляете, совсем юные ребята. Это учащиеся колледжи, это первый, второй, там, третий курс университета, даже школьники. Было несколько гимназий, я проходил, мы с ними обсуждали их проекты, какие-то даже я хочу внедрить у нас в библиотеки. Понимаете, ну, это же круто, когда у нас молодежь настолько вовлечена в этот процесс. И дальше, дальше, дальше. И в России такой же идет процесс. Вот недавно Михаил Валентинович Ковальчук докладывал президенту Российской Федерации, это руководитель Курчатовского центра, о новых достижениях России. А там же есть молодая поросль, вот Никита Марченков из Курчатовского центра, который занимается молодыми учеными по всей России. Это ученик Ковальчука как раз. Там просто потрясающе. Я вот смотрю и по телеграм-каналам, и по новостям. Во Владивостоке, в Питере, в Воронеже, в Якутии, там, в Улан-Удэ, везде проходят молодежные форумы. И наши ребята в этом участвуют. Это колоссальный задел на будущее. Это то, где мы совершим прорыв. Сейчас в это надо вкладываться. Потому что, еще раз говорю, это не просто будущее, знаете, вот мы говорим, вот мы за будущее. Чтобы будущее было обеспечено, в него надо вкладываться не только сегодня, уже вчера надо было сделать. И мы это, кстати говоря, делали. Кстати, а то, что касается единого экономического пространства союзного государства, тоже такая важная цель. Страны Беларуси и Россия к этому идут. Вот на ваш взгляд, эта политика, которая направлена на снятие барьеров для экономического роста и развития, каковы результаты должны быть? Чего ждать? Ну, вы знаете, вообще вопрос экономических барьеров, он такой, обоюдоострый. Вроде как и открытость должна быть полной. Китай, например, за это выступает. Такое было неожиданно, значит, для западников. Они же всегда были такие глобалисты. А примерно с президентства Трампа инициатива перешла Китаю. Но Китай, я бы сказал, разумный глобализм. Это не глобализм империалистического толка, а такой чистый глобализм открытости экономики. То есть есть глобализм культурно-идеологический, это навязывание ценностей, в кавычках, безусловно, фактически истребление уникальных национальных культур и все под одну гребенку. Все жуют жвачку, все ходят в Макдональдс, все смотрят Голливуд. Вот это вот глобализм. Нет, Китай предлагает другое, открытость именно экономик. Но Китай делает это разумно, потому что все равно какие-то барьеры должны быть. Но вот мы же, конечно, делаем ставку на нашего товаропроизводителя, безусловно. Но с другой стороны, Беларусь это экспортоориентированная экономика. До 75% идет на экспорт. Значит, мы хотим, чтобы другие страны были открыты. В рамках союзного государства у нас мы добились, там, через тернии к звездам, открытости практически полной. Есть еще проблемы, и президент об этом говорит, но их не столько, сколько было там 5-10 лет назад. Главное, все стороны заинтересованы. То есть мы создали открытое экономическое пространство. Но мы с нашей продукцией хотим идти дальше. Санкции — это незаконные ограничения. Мы против них боремся и, уверен, победим. Но есть открытый другой мир. И поэтому такие организации, как Шанхайская организация сотрудничества, куда мы вошли, Евразийский экономический союз, БРИКС — это как раз-таки вот те платформы, где должен создаваться этот открытый рынок для продвижения товаров, для кооперации. По каким-то отраслям могут быть условия. Где-то более открыто, где-то менее открыто. Но главное, чтобы все было прозрачно. На основании договоренностей и компромиссов сторон. И то, что Беларусь движется в эту сторону, это абсолютно правильный путь. Ну и еще одна тема в завершении нашего сегодняшнего выпуска. Тема касается нашей страны. В Беларуси стартует республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства». Ну такая вот, судя по пресс-конференции, по тем заявлениям, которые звучали вчера, многослойная акция, достаточно такая серьезная, масштабная, глобальная. Расскажите подробнее, Вадим Францович. Вчера состоялась пресс-конференция большая. Действительно, глава Белорусского государства Александр Григорьевич Лукашенко на форуме патриотическом 17 сентября дал фактически старт этой акции. Это его идея. Увидев те масштабные мероприятия, которые проходят, и концерты в том числе, и лектории, президент сказал, что это надо продлить. И вот на протяжении многих месяцев поможет быть и больше охватить всю страну. Но не просто концерты. И то, что у нас 17 сентября было в Минске арене, это патриотический форум. Поэтому, скажем так, группа неравнодушных граждан, это Анна Сергеевна Лукашенко, наша известная автор, Анна Силук, ПРСМ, ну просто активисты даже молодежные, поддержала Министерство образования, Министерство культуры, наше общество знания включилось. Мы разработали такую программу, это, как правило, будет пятница, суббота, которая охватит, ну пока у нас в списке 13 точек, 13 локаций, 13 городов, и мы хотим, чтобы это был такой культурно-просветительский политико-музыкальный фестиваль, такой и музыка, и культура, и политпросвет мощный, но в необычных формах. Такой новый формат. Да, новый формат. Это и не скучные, не лекции, допустим, в колледжах, это знаковые встречи с известными людьми, которые сделали себя в нашей стране, которые, ну, сделали себя в таком, я говорю, понимании, сделали свою биографию, да, это люди, которые добились успеха, потому что Беларусь это страна возможностей, мы должны эти примеры показывать им, молодежи, и, в принципе, всем нашим гражданам. Это, безусловно, концерты, но концерты, где будут тоже выходить выступающие, делиться своим мнением, и знаковые встречи не где-то там в Доме культуры, хотя тут тоже хорошая площадка, а в торговом центре у нас опыт этот есть, и, Вадим Эдуардович, время выбрало нас, в том числе и вас, я думаю, и вам найдется место в этом строю, поскольку при планировании этого марафона, этого фестиваля, все-таки я бы его так называл, мы учитывали и опыт нашей акции «Беларусь-одина», которую в том числе в этом году и вместе с вами проводили. Кстати, а то что доказывает и что показывает то, что в Беларуси проходят такие акции? Потому что, ну давайте говорить прямо, это такой, наверное, уникальный опыт в нашей стране, когда конкретно, не будем здесь проводить параллели, но тем не менее, мы видим, что происходит в том же Европейском Союзе, а Беларусь демонстрирует свой метод работы с... Вот правильно, свой метод. У нас своя модель народовластия, у нас своя модель гражданского общества, у нас формируется своя политическая культура, и то, что мы можем разными методами, музыкальными, опять-таки, лекториями, средствами массовой информации, через блогеров, доносить информацию до людей, и это востребовано. Ну вот мы были с вами, вот я вспоминаю, там в ряде регионов, приходили же даже те в зал, вот мы в Барановичах, например, вспоминаю встречу, кто в 20-м году был по ту сторону баррикад. Достаточно востребовали. Но они включаются в нашу повестку, они доверяют нашим формам, которые мы предложили, которые мы закрепили в Конституции, которые мы закрепили через закон. А то, что вот сейчас происходит, это, как говорят, правоприменительная практика. Проявление марафона единства закона гражданского общества, да безусловно, потому что основные субъекты гражданского общества участвуют в данном проекте. Проявление Беларусь-одина закона о политических партиях, конечно, что актив политических партий участвовал в наших мероприятиях. И люди хотят быть востребованными через эти акции. Они хотят делиться своим мнением. У нас огромное количество культурных деятелей, тех же артистов, которые имеют свою политическую позицию. Они говорят, я не просто пою, я не просто танцую, я не просто выступаю, рисую. Я гражданин, я патриот. Я хочу поделиться своей точкой зрения. И это же круто, когда у нас в современности появляются свои герои. Та же Марина Василевская. Наши спортсмены, олимпийские чемпионы, они сейчас герои в квадрате, в кубе, потому что, представляете, какое сопротивление нашему отечественному спорту идет со стороны запада. И они добиваются успехов. И мы должны их поддержать. И мы должны, в том числе, на этих акциях, сказать им спасибо, обменяться мнением. Вот этот товарищеский круг, который формируется через марафон единства, я убежден, он является, с одной стороны, результатом той энергетики, которая исходит сейчас от нашего развивающегося белорусского общества, а с другой стороны, он сам тоже дает энергию огромному количеству участников. Две минутки остается, Вадим Францович. Вот не мог не задать этот вопрос. Форум блогеров Белоруссии пройдет, да, в Национальном детском технопарке впервые 27-28 сентября. Вот более 150 представителей блогерского сообщества со всей страны соберутся. Вот тоже, опять же, новая форма. Ну да, дело нужное, безусловно, хотя вот меня пригласило Министерство информации, я как-то так, и... Но у вас же есть телеграм-канал Гиггин 110. А это считается блогерством? Но уже, да. Ну чем-то, ну я не знаю, я как бы небольшой специалист в этом блогинге, как сейчас говорят, правильно я его потребляю? Да, ну среди... Ну что-то приду, расскажу, но само по себе мероприятие очень важное, очень нужное, поскольку, ну смотрите, мы даже в марафон единства ориентируемся на многих блогеров. У нас в регионах, в районах есть блогеры-миллионники, миллионники, есть блогеры, у которых там десятки, сотни тысяч подписчиков, миллионы просмотров. Но мы не можем оставить их без внимания, они должны быть объединены, мы должны поговорить о той повестке, не надо навязывать ничего, поговорить о той повестке, которая их волнует, может быть, через них подкорректировать свое представление, где-то повлиять на их мировоззрение. Вот я вижу такие цели. Спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании с Б.Бай на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Францевич Гигин. Спасибо огромное, Вадим Францевич, заемкий разговор. Всем отличного дня. До встречи. До встречи в буднях.